Сегодня 20 чебоксарских семей получили ключи от новых квартир. Все они будут проживать в недавно построенном доме по улице Богдана Хмельницкого. Сюда новоселы переезжают из ветхих бараков. С праздником горожан поздравил и глава Чувашия Михаил Игнатьев. Постоянно протекающая кровля, ветхая проводка, удобство на улице. Все они познали, что это такое, жить в спартанских условиях. Многие из этих семей ютились в аварийных домах более 40 лет. Ключи от новой квартиры получила и Надежда Воронова. Женщина говорит, лучшего подарка в преддверии праздника не придумаешь. Вместе с Надеждой Вороновой прописку в этом доме получат еще 19 переселенцев. В квартирах новоселов уже есть обои, подведена сантехника и установлены газовые плиты. Насколько добротно подрядчики выполнили отделку комнат, оценил и глава республики. Поздравляю, газ горит, тепло есть, что еще надо? Балкон есть? В окне все. Живите богато? Милее согласен. В столице республики все переселенцы получают одинаково благоустроенные квартиры. Даже если раньше семьи проживали в общежитиях, им все равно предоставляют площадь в 23,5 квадратных метра. Разница субсидируется бюджетом. Это действительно для России уникальное такое решение, потому что других регионов этого решения нет. По первому этапу дополнительно из бюджета города проплатить разницу квартир 120 миллионов. Квартиры для переселенцев застройщики предоставили безвозмездно. Территорию, где сейчас стоят бараки, власти города отдадут этим же подрядчикам для дальнейшего строительства жилья. Они обязуются 77 квартир, вот 20 уже, еще 57 квартир. В перспективе новых строящихся домах они будут жителей переселять. Бюджет города, бюджет республики, благодаря вот таким решениям, администрация города Чебоксарского городского собрания экономится 150 миллионов. Программа переселения граждан из аварийного жилья в республике реализуется без боев, отметил Михаил Игнатьев. Более чем 5 миллиардов рублей на эту программу выделяются средства. Обеспечивать софинансирование непросто, но мы выполняем, находим варианты и инструменты для того, чтобы по нашей утвержденной программе эти семьи получили свое счастье. Это подарок со стороны государства. Решить проблему аварийного жилья в республике планируют в ближайшее время. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.